Аллилуйя 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 Весь несется по вселенной Иисус Христос воскрес Дивная славная чудная песня Подпевает дом и лес Аллилуйя Аллилуйя Слава, честь, хвала Христу Вся земля поет, ликуя Песнь несется в высоту Ликует сердце и поет Возносит Иисусу славу И сердце просится в полет Его небесную державу Какое счастье! Он воскрес, принес нам радость неземную Она несется до небес в прекрасном слове Аллилуйя Светит небо кошка Солнышко с небес Просыпайся, крошка Иисус воскрес Иисус воскрес Этим утром ранним Наш ликует дом Дружно на собрание Всей семьей пойдем Всей семьей пойдем Дал Господь нам счастье Сына воскреси Будьте, сестры, братья Нас спаси, держи Нас спаси, держи Нас спаси, держи Мой Христос спаситель Каждое дитя Очень крепко любит Любит ты меня Очень крепко любит Очень крепко любит Любит ты меня Мой Христос спаситель Знает, что я мал И таких любил он И благословлял И таких любил он И благословлял Мой Христос спаситель Мой Христос спаситель За меня страдал Хочет, чтоб сердечко Я Ему отдал Хочет, чтоб сердечко Я Ему отдал Мой Христос спаситель Я тебя люблю Возносить желаю Я тебе хвалу Возносить желаю Я тебе хвалу 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 А вы вас пойте Богу Вышник Потому, кто словом Все создал Кому никто Никто не лишний Потому, кто нам Спасения дал Иисус Господь Он нас спаситель Он на кресте За все страна Иисус Господь Нашим Злупитель Бежит На вечную Он Да Если Злобок Силы дает Если Боль Он Не стеляет Если Веда Бог Вряд Встает И На миг Не оставляет Хвалу Постой Тебе Что кто Злобок Все создал А Т我不知道 бог Тебе Тебе Набора Всталь Малуш К Кто Бог Она Тебе Набора Восстание Вышник Господь для нас проложит силы, Да, чтобы и темпи поддержит и поможет. Хвалу вас пойте, Богу вы ищет, Тому, кто вам все создал. Кому никто, никто не ищет, Тому, кто нам спасение дал. Хвалу вас пойте, Богу вы ищет, Тому, кто зло вам все создал. Кому никто, никто не ищет, Тому, кто нам спасение дал. Никогда, никогда, никогда Не забудется поверь спасителя, Будут праздновать люди всегда В воскресенье в лесах победителя. Все, чем люди годятся теперь, Умолиться утра, не значение, Но великими будут поверься В издание его воскресенье. Он и снет, и в воскресенье, Он и снет, и в воскресенье, Аллилуйя, Христу, мы поем, Мы поем, мы поем. Смертью в смерть он поправ, Нам он жизнь даровал, Да с радость этой к вам упасть несет. Ни за что, ни за что, ни за что, Мы с воскресеньем Христом не разлучимся, Вместе с Ним мы по жизни пойдем, Если здесь на земле, С Ним научимся никому, никому, никому. И затмит солнце в правде божественной, Оно светит, и вот потому В этот день мы встречаем божественна. Он и с мертвым воскрес, Он и с мертвым воскрес, Аллилуйя, Христу, мы поем, мы поем. Смертью в смерть он поправ, Нам он жизнь даровал, Да с радость этой к вам упасть несет. Он и с мертвым воскрес, Он и с мертвым воскрес, Аллилуйя, Христу, мы поем, мы поем. Смертью в смерть он поправ, Нам он жизнь даровал, Да с радость этой к вам упасть несет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Ветер пробежал по листьям, Полетел под облака, Так и песенка из скрипки Рвется прямо в небеса. Невидимая нить От сердца к небесам Мелодия и скрипки Поет в наших сердцах Иисус пришел к нам, Оставил небесам, Чтобы я и ты Дружили с ним всегда. Иисус Христос воскрес, Пою Ему хвалу, И я хочу Ему Доверить жизнь свою. Иисус Христос воскрес, Пою Ему хвалу, И я хочу Ему Доверить жизнь свою. Эту песню пела скрипка Об Иисусе дорогом, Он зовет нас всех на небо, Там наш лет Отцовский дом, Иисус Христос воскрес, Пою Ему хвалу, И я хочу Ему Доверить жизнь свою. Иисус Христос воскрес, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Христос воскрес, по истину воскрес, С земли и до небес звучит ему хвала. Ты победил и смерть, и ад, и искупил нас от греха, Пусть каждый миг устал и вердя. Христос воскрес, по истину воскрес, Звучит сегодня здесь, простая истина. Христос воскрес, по истину воскрес, С земли и до небес звучит ему хвала. Аллилуйя, Господь! Христос воскрес! Аллилуйя! Его нет во гробе, Он воскрес! Вся слава тебе, Господь! Его нет во гробе, Он воскрес! Смертью смерть попрал! И всех, кого избрал, И к себе призвал, Тех и оправдал. Наполнил жизнь светом любви, Мир и радость дал. Я буду вечно жить с тобой, Господь, И мне обещал. Воскрес, воскрес, во веки живой, Воскрес, воскрес, Иисус! Теперь, всегда, я буду с тобой, Я смерти не боюсь. Когда-то мёртвая жизнь была моя, Во тьме я погибал. Но следом жизни ты пришёл, Господь, Любовью ты объял. Теперь, живу, люблю, пою, И славлю я тебя. Спасён тобою, мой Господь, Надежда, ты моя. Воскрес, воскрес, во веки живой, Воскрес, воскрес, Иисус! Теперь, всегда, я буду с тобой, Я смерти не боюсь. Воскрес, воскрес, во веки живой, Воскрес, воскрес, Иисус! Теперь, всегда, я буду с тобой, Я смерти не боюсь. Воскрес, воскрес, во веки живой, Воскрес, воскрес, Иисус! Теперь, всегда, я буду с тобой, Я смерти не боюсь. Воскрес, воскрес, во веки живой, Воскрес, воскрес, Иисус! Теперь, всегда, я буду с тобой, Я смерти не боюсь. Аллилуйя, Господь, мы так рады, счастливы И благословенны тобой На этой земле, зная тебя, служа тебе, Господи! Мы благодарим тебя, что ты спас нас, И мы являемся частью твоей, Господи, Телом твоим. Благодарим тебя, что здесь и сейчас, Господь, Ты питаешь, Ты греешь нас, Ты заботишься о нас, Ты проявляешь свою милость, Благость твою, любовь свою к нам. Мы благодарим тебя, Мы благодарим тебя. Желание нашего сердца Быть ближе с тобой, Знать тебя глубже, Пребывать в общении с тобой, Господи, Наполняться духом твоим, Который ты даровал нам, Ходить, Господь, Послушание тебе, Принося добрые плоды Во славу имени твоего, Господь. Мы благодарим тебя. Ты скорый помощник в беде. Ты тот, который не забывает, Не предает, не оставляет. Ты тот, который никогда не опаздывает И всегда приходит вовремя. Мы благодарим тебя. Мы знаем, Господь, Что мы навеки соединили с тобой. Мы крещены одним духом в одно тело. И мы знаем, Господь, Когда наша эта земная жизнь закончится, Мы пойдем в славу небес. Всегда с тобой будем, Господь. Благодарим тебя. Благодарим тебе, превозносим тебя. И молимся о том, чтобы твое воскресенье, Слава Твоя, величие Твое, могущество Твое Открилось, Господь, в сердцах и в жизнях нашего народа, Нашей земли. Мы молимся за Беларусь, Мы ходатайством, Господь, За наших близких, за наших родных. Мы молимся за всех тех в этой стране, Кто еще не спасен и не пережил силу воскресенья Твоего. Господи, излей Твою благодать. Приди в наши города, в наши села, Господи, Наполни славою Твоим, Ведением Твоим, Жизнь людей, Господь. Мы молимся об этом. Мы взываем об этом, Господь, Ибо Ты пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Ты пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Ты пришел, чтобы явить любовь Отца, милость Божию, благость Божию. Мы благодарим Тебе, Господь, и мы молимся. Пусть придет Твое пробуждение, пусть придет Твоя слава, Пусть придет, Господь, Твоя сила, возрождающая жизнь людей. Господи, мы молимся об этом. И молясь, Господь, мы верим, верим и исповедуем, Господь. О спасении тысячи миллионов людей. Да будет Твое имя прославлено на нашей земле. Благослови, Господь, все народы и все племена. И пусть хвала Тебе звучит, Господь, на всех континентах. И прославит Тебя Израиль, Господь. И провознесет Тебе Иерусалим, Господи. И да будет Тебе вся хвала, слава и честь вовеки. Аминь. Слава Господу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Присаживайтесь, пожалуйста. Пасха – это тот праздник, который мы помним с детства, правда? Во время Советского Союза, когда атеист был государственной политикой, практически все праздники были побеждены. Я имею в виду христианские, кроме Пасхи. Пасху невозможно одолеть. Христос Воскрес! И люди все равно праздновали и верующие, и неверующие. Кто-то провозглашал Христос Воскрес, кто-то не провозглашал, но тем не менее этот праздник настолько глубоко вошел в сердца и жизнь людей, что его невозможно было ничем вытравить. Но, воистину, мы познали воскресение нашего Господа Иисуса Христа, когда Он пришел в нашу жизнь, когда мы пережили то, что мы называем личной встречей с Господом, когда мы осознали, что Он воистину живой и воскресший. Это не миф, это не история, выдуманная людьми, это реальность, которую Бог открывал задолго до того, как Господь пришел в этот мир, умер и воскрес третий день по Писанию. В Первом Послании к Коринфянам, 15 главе, 20 стихе написано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Апостол Павел провозглашает эту весть воскресения Господа Иисуса Христа. Когда-то Он не верил в воскресение. Мы знаем, что Он был гонителем и преследователем Церкви Божией. Его сердце пылало гневом на всех верующих в Иисуса Христа и в Его воскресение. Он хотел уничтожить всех тех, кто верил, что Иисус воскрес. Но однажды Он сам пережил встречу с воскресшим и живым Господом, когда Он шел в Дамаск для того, чтобы там искать христиан, связывать их и везти на судилище в Иерусалим. Он встретился с Иисусом, воскресшим и живым. Этот момент полностью переменил и изменил Его жизнь. И Он осознал, насколько Он заблуждался в отношении Иисуса из Назарета. Насколько Он не понимал и не знал Писание, которое часто читал и многие места знал наизусть, но Он встретился с Иисусом, принял Его, и все Писание открылось для Него и стало ясным и понятным. Мы читаем о том, что апостол провозглашает, что Христос воскрес как первенец из умерших. Читая Священное Писание, мы находим, что великий и всемогущий Бог, Он являл различные чудеса и проявлял свою славу на земле живых. Наверное, самым великим было то, что Господь также воскрешал некоторых людей из мертвых. Мы читаем о воскресении в служении пророка Ирии, также пророка Елисея. Они пережили эту славу Божию, и через них Бог воскрешал людей из мертвых. Но эти люди, которые были воскрешены им, они потом, впоследствии, все равно умерли. Они не продолжали жить вечно на этой земле. Мы видим, что также Господь Иисус также в Своем служении воскресил некоторых людей из мертвых. И, наверное, самое известное из воскресений – это воскресение Лазара, который уже три дня был во гробе и который уже начал разлагаться. Но Господь возвал к нему Лазарь, выйди вон, и он вышел. Жизнь возвратилась к нему. Его разложившееся тело силой Духа Святого было полностью восстановлено. Но вместе с тем Лазарь через какое-то время все равно умер, потому что он был воскрешен старым в своем физическом теле. И апостол говорит об Иисусе как том, который воскрес, как первенец из умерших. То есть его воскресение, оно было уникальным и отличалось от всех тех воскресений, о которых я только что говорил. Потому что он воскрес в новом, обновленном и прославленном теле. И мы видим, что это тело, оно было очень необычным. Его могли видеть, на него даже могли дотрагиваться. Но вместе с тем Господь мог проходить сквозь стену. Он мог становиться невидимым. Это новое, обновленное и прославленное тело, в котором Господь был воскрешен как первенец из мертвых. И надо сказать, что то, что произошло с Иисусом, было предсказано пророками Ветхого Завета. Библия напоминает нам, что Бог ничего не делает, прежде не открыв это рабам своим пророкам. И здесь речь идет прежде всего о тех событиях, которые имеют глобальное значение. Безусловно, воскресение Господа Иисуса Христа – это то событие, которое нельзя назвать каким-то небольшим, незначимым. Это глобальное событие, которое имеет последствия и сегодня. И будет иметь эти последствия и дальше. Поэтому, безусловно, Господь, Он говорил об этом, что такое должно произойти. В Псалме 15, 10 стихе мы читаем, «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидит тление». Это пророческое слово о воскресении Господа Иисуса Христа, что душа Его не осталась в аде, а тело Его не увидело тление. Оно было преобразовано и изменено. Также мы читаем книг пророка Исаии в 53 главе, начиная с 10 стиха. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. «Через познание его он, праведный раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Там на кресте он взял на себя наши грехи, наши беззакония. Он понес на себе бывшее нас рукописание и проклятие, освободив нас от рабства, греху и тлению. И он на подвиг души своей смотрел и смотрит с довольством, потому что он воскрес. О, он не умер, он воскресший. И сегодня, находясь на этом месте и собранное во имя Господа нашего Иисуса Христа, мы находимся в Его присутствии. Он Бог, и Он наполняет собой небо и землю, и Он присутствует среди народа своего. Когда Господь служил на этой земле, будучи сыном человеческим, облеченным в физическую плоть, Он совершенно знал то, зачем Он сюда пришел. Он знал, какой смертью Он умрет. Для Него не было это чем-то тайным, для Него было совершенно ясно, потому что ради этого Он и пришел. И в Ивангет Матфея в 16 главе, 21 стихе мы читаем. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Он предупреждал учеников. Он говорил им о том, что он будет арестован, Его придадут руки язычников, что Его, конечно, в итоге убьют, но также Он и говорил, что в третий день Он воскреснет. Господь совершенно точно понимал цель Своего пришествия, и Он знал, что ожидает Его на кресте, но Он также знал, что за Его смертью последует и воскресение. Конечно, в какой-то степени нас с вами удивляет то, насколько ученики, они были поражены Его смертью, насколько они впали в такое состояние безысходности, разочарования, когда Господь был распят и умер, когда Его положили в новый гроб, когда завалили вход в эту гробницу камнем, они были совершенно разочарованы, они не знали, что им делать дальше, находясь в унынии, потому что учитель их умер. И как ни странно, они по какой-то причине забыли эти важные слова или не придали им серьезного значения, в которой Иисус говорил, что в третий день Он воскреснет. Надо сказать, что книжники и фарисеи знали эти слова и не специально установили стражу у гроба для того, чтобы Иисуса не похитили ученики и потом не сказали, что Он воскрес из мертвых. Но ученики из-за глубокой печали, из-за того, что они были крайне расстроены, но они почему-то эти слова пропустили мимо, и они не ожидали Его воскресения. И когда женщины сказали, что Он воскрес, они даже не поверили им. Их слова оказались для них странными, но тем не менее Господь исполнил то, что Он сказал. Он говорил, что Он воскреснет, и Он воскрес из мертвых. Божье Слово, которое исходит из уз Божьих, никогда не бывает тщетным. Оно исполняет то, что говорит, или что сказано в этом Слове. И мы знаем, что Господь Иисус, воскресший в третий день по Писанию, предсказавший Своё воскресение, Он также возвестил о том, что Он придет во второй раз. И мы, как Его Церковь, как Его народ, точно помним эти слова и знаем, что так оно и будет. Господь грядет. Но для нас сегодня в этот праздник, когда мы вспоминаем о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, важно понимать, почему Ему необходимо было умирать, и почему Ему необходимо было воскреснуть. Когда я был маленьким, мы всегда праздновали праздник Пасхи. Это был праздник веселый для детей особенно. Но никто, по крайней мере, не говорил в это время об Иисусе. Никто не говорил о том, почему Он умер, почему Он воскрес. Эта тема практически не поднималась даже. И так было в большинстве домов, в большинстве семей. Я не думаю, что ситуация сегодня очень сильно изменилась. Наверняка сегодня почти все празднуют праздник Пасхи, и наверняка большинство из них даже не упоминают особо об имени Иисуса Христа, о причине Его пришествия, о причине Его смерти, о причине Его воскресения. А это нам важно знать. Это самая важная новость, которую Библия называет доброй вестью. Если человек может ничего не знать, но если он знает Евангелие Иисуса Христа, то он уже очень много знает. Он уже богатый. И мы сегодня напомним для себя, возможно, кто-то сегодня есть на этом богослужении, кто пришел первый раз, и для вас это будет откровение, но мы об этом уже слышали. Но нам необходимо слышать много раз, повторять много раз, чтобы возбуждать чистый смысл, чтобы быть благодарным Господу, чтобы помнить о том, для чего пришел Иисус, для чего страдал, для чего умер и для чего воскрес. Евангелие от Луки, 24 главе, из 4 стиха мы читаем. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполнить со всему написанному мне законе Моисеевом и пророках, и псалмах, тогда отверз их ум к разумению Писания, и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых третий день». В беседе с учениками, уже воскресший Господь, говоря о Своем воскресении, напоминает им, что так было сказано, что Бог возвещал это событие, и вот оно исполнилось. И они, услышав слова эти Господа Иисуса Христа, они пережили то, что Господь открыл их ум к разумению Писания. И они начали ясно понимать то, что они изучали и читали в Ветхом Завете, говорящие о воскресении Господа Иисуса Христа. И здесь Господь обращает наше внимание на то, чтобы мы очень серьезно относились к Священному Писанию. Чтобы мы понимали, что все, что там написано в отношении судьбы этого мира, оно исполнится в свое время. Сегодня многие люди имеют Священное Писание. Наверняка, я так думаю, что у большинства людей есть либо Библия, либо Новый Завет. Но не так много, наверное, читают постоянно Слово Божие, обращаются к Слову Божьему. А зря. Потому что там написано о их судьбе. Там написано о их жизни. Можем читать различную литературу, и это может не касаться особенно нашей жизни, просто это интересно, познавательно, но никак не может повлиять на нашу жизнь. Но когда мы читаем Слово Божие, там мы читаем о своей судьбе, о своем будущем, о том, что нас с вами ожидает эта книга о нас, которую Бог нам дал для того, чтобы мы изучали ее и были обогащены Его откровением. А мы знаем, что то, что нас ожидает, и то, что мы ожидаем, прежде всего, если Господь замедлит, то мы к Нему придем. Если Господь придет раньше, чем мы к Нему придем, то мы будем вознесены во славу навстречу с Господом. И тогда всегда с Господом будем. В 1-м послании к Коринфянам, 15-й главе, 17-м стихе, апостол Павел пишет, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». В этой же главе апостол Павел подчеркивает, что Господь Иисус, воскресший, явился однажды более, нежели пятистам братьям. Таким образом, свидетельство Его воскресения было достаточным, больше, чем достаточным, для того, чтобы говорить об этом, как о реальном событии, которое произошло. Мы понимаем, что при двух или трех свидетелях будет верно всякое слово. Но если 500 свидетелей, то, безусловно, это говорит о том, что все они не могли ошибаться, или все они видели одно и то же самое воскресшего Господа Иисуса Христа. И вот апостол говорит, что если Христос не воскрес, то мы еще находимся в наших грехах. Что это означает? Это означает следующее. Когда Господь Иисус был распят на кресте, произошел очень важный момент. Бог Отец возложил на Него вину и грехи всех людей. Он стал тем агнцем Божиим, который взял грехи мира на Себя. И все жертвоприношения Ветхого Завета, они являлись свидетельством величайшей и окончательной жертвы, которую принесет Сын Божий Себя самого на Голгофе. И вот в тот момент все немощи, все болезни, все грехи, все проклятие всего человечества было возложено на Него. И Он понес на Себе, будучи безгрешным и чистым, Он умер за грехи наши. И то, что Он был воскрешен из мертвых, апостол свидетельствует, это является знаком того, что Небесный Отец, Он принял эту жертву, Он был удовлетворен этой жертвой. И знак принятия и удовлетворения этой жертвы, Он воскресил его из мертвых. И таким образом мы имеем сегодня прощение грехов. Иисус умер за наши грехи и воскрес наше оправдание. И когда мы сегодня склоняемся перед Господом и исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нас и очищает нас от всякого беззакония. И это прощение справедливое и законное, потому что Иисус взял на Себя эти грехи, вместо нас пострадал, для того, чтобы мы были оправданы. Об этом мы читаем в Римлянам 8 главе в 33 и 34 стихе. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одессный у Бога, Он и ходатайствует за нас. Здесь мы читаем о том, что мы оправданы, потому что Господь Иисус умер и воскрес за нас. И более того, Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным, когда мы каемся о том, чтобы мы были прощены, потому что Он вместо нас пострадал. Это великое благословение, которое Бог даровал нам людям. И мы понимаем, что то, что произошло на кресте, смерть и воскресение затем Господа нашего Иисуса Христа, является для нас важнейшим фактом проявления Божьей любви и Божьей милости к нам людям. Мы видим, что Бог не просто послал ангела или архангела, или не сотворил какое-то особое творение, для этой цели, чтобы использовать это творение, для того, чтобы искупить нас, людей. Но Слово Божье стало плотью. Бог воплотился и воплотив пришел для того, чтобы искупить нас. Это был не тот случай, когда нужно было посылать ангела или создавать специальное творение для ради этой цели. Бог нас сотворил, мы упали в грех, отвернулись от Бога, и Бог нашел способ спасти нас и возвратить нас к себе через Господа Иисуса Христа. Апостол Петр в своем первом послании, первой главе, начиная с 18 стиха, пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде созданием мира, но явившегося последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Здесь Петр подчеркивает, через веру в Иисуса Христа Воскресшего нам дарована возможность упования на Бога, уповать на Бога, обращаться к Богу. Поэтому посланию Тимофею апостол пишет, что нет иного посредника между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Он стал тем посредником, благодаря которому мы имеем надежный доступ к престолу Божьей благодати и можем быть услышаны и приняты Небесным Отцом на любом месте и в любое время. Это то, что не было доступно во времена Ветхого Завета. Это то, что стало доступно во времена Нового Завета. Благодаря Воскресшему Христу мы имеем возможность обращаться к Богу, уповать на Бога, быть приняты Богом. Мы благодаря Воскресшему Христу стали Его детьми и Его народом. Еще раз возвращаясь к Первому Посланию Коринфянам, 15 главе, 14 стиху. «А если Христос не воскрес, то проповедь ваша щетна, щетна и вера ваша». Здесь апостол напоминает, что наша проповедь основана на воскресении Господа Иисуса Христа. И мы призваны к тому, чтобы возвещать свет того, который нас призвал, свой чудный свет. Воскресение Христово – это то, что должно стать известно всем людям, то, что должно быть проповедовано по всему лицу земли. Проповедь наша, она основана на том, чтобы предложить людям благословение и жизнь, обетование в вечной жизни, чтобы люди могли перейти от проклятия благословения, от власти тьмы под власть возлюбленного Сына Господа Иисуса Христа. И начиная с апостольских времен, Церковь Господа Иисуса Христа свидетельствует о Его воскресении, что Бог ныне повелевает всем людям покаяться и принять Господа Иисуса Христа как Того, Который умер за их грехи, воскрес в их оправдании, и посредством Которого Господь будет судить этот мир. Чудная весть Евангелия заключается также в том, что верующий в Иисуса Христа перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. И мы понимаем, что сегодня в наше время, в нашей стране люди нуждаются в спасении. Они нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие на простом и доступном языке, так, чтобы они могли понять, что им нужно, чтобы спастись. Мы помним, однажды этот вопрос задал тюремный страж апостолу Павлу. Мужи, братья, что мне делать, чтобы спаслись? Иисус сказал, веруй в Господа Иисуса Христа. Павел сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Итак, мы призваны не только к спасению, не только к вечной жизни, но мы также призваны и к служению, возвещению, воскресению Господа Иисуса Христа. Доброй вести Евангелия, которая говорит очень ясно и понятно для всех людей, Бог хочет, что хочет Бог? чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Что хочет Бог? Чтобы никто не погиб, но все были спасены и наследовали жизнь вечную. Что сделал Бог для этого? Все сделал! Все, что нужно было, Он сделал, и просто теперь Бог обращается к нам, людям. Я сделал все для того, чтобы ты был искуплен, прощен, для того, чтобы ты был спасен. Я сделал все для того, чтобы ты в конечном итоге закончил свою земную жизнь, в этом теле был вознесен Царство Божие и наследовал вечную жизнь. Ответ за тобой! Ответ за тем, что ты скажешь на эту добрую весть Евангелия. И мы понимаем, что люди по-разному отвечают. кто-то спорит, не соглашается, кто-то принимает, кто-то говорит, что еще не пришло время, возможно, потом, попозже, я как-то более глубоко задумываюсь об этом и начну, и приду к Господу. Написание говорит, ныне день спасения, ныне время благоприятное. И мы благодарим Господа за то, что Он нас спас. И мы понимаем, что мы также призваны к тому, чтобы благоухание, спасение Христово через нас распространилось и на других людей. Римлянам 1,4 написано, «И открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем». Апостол Павел говорит, что воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, кем Он был. Кем Он был на самом деле. Во все времена об этом всегда люди спорили. Кто-то говорил о том, что его вообще не было, что это придуманная личность в истории, но подобного рода вопросы сегодня практически перестали звучать, потому что это глупость абсолютная. Он был, Он запечатлен в истории, Он запечатлен в Писании, Он был, и здесь нельзя отрицать, что Иисус был и жил на этой земле. Некоторые соглашаются с этим, говорят, «Да, Он был просто очень хорошим учителем нравственности, может быть лучшим из всех, которые когда-либо были, оказавшим наиболее влияние на историю человечества». Таких достаточно много. Кто-то говорит большее. «Да, Иисус был, Он был пророком». Так говорят мусульмане, признавая Его. Сегодня в Дагестане даже построили самый большой исламский центр и назвали его во имя Иисуса Христа, как одного из пророков. Мы знаем, Его называют Иса. Но мы знаем, что воскрешение Господа Иисуса Христа свидетельствует о том, что Он не просто пророк, Он – Сын Божий. Он тот, о котором сказано великая тайна благочестия. Бог явился воплоти. Он явился воплоти. И это для нас, людей, очень трудно воспринимать нашим разумом, ограниченным разумом, как великий Бог мог умолить себя до такой степени, что стал подобен человеку, приняв образ человека. Он – Бог, Он – Мох. Он отложил в сторону свою божественность и стал сыном человеческим для того, чтобы пройти этот земной путь, сражаясь с дьяволом, сражаясь с искушениями и выйти победителем в этом сражении. И воскресший Иисус – это Сын Божий. И это свидетельствует о том, что Он воистину Бог. Об этом апостол Павел говорит, Его воскресение – знак того, кем Он является на самом деле. Поэтому мы верим сегодня в Иисуса Христа как Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, как вторую ипостась Божественной Тройцы единого и истинного Бога. Тоже апостол Павел, посланный филиппийцам, 3 главе, с 10 стиха пишет, говоря о Господе Иисусе Христе, «Чтобы познавать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». То, о чем здесь говорит апостол Павел, он говорит о познании Господа Иисуса Христа в этой земной жизни. Когда придет время, и мы ставим эту телесную храмину, мы узрим его таким, каким он есть. Но сегодня мы видим его тузство, как пишет апостол Павел, как через стекло, гадательно. Но Бог дал нам откровение через Слово о Господе Иисусе Христе. Мы имеем опыт нашего хождения с Господом, и апостол здесь говорит, что его цель земной жизни, когда он жил, заключалась в том, чтобы познавать Господа Иисуса Христа, знать Его лучше, быть с Ним ближе, переживать более реальные отношения с Ним, и все это возможно. И то, что хочет Бог, чтобы мы, подобно Еноху, ходили с Богом на этой земле. И пришел момент, и нас не стало, потому что Бог нас взял. Бог может открывать нам себя гораздо глубже и гораздо больше, если мы всем сердцем ищем Его и хотим познавать Его. Поэтому мы, как христиане, осознаем, когда-то мы были рождены и были духовными младенцами, которых нужно было кормить словесным молоком. Но потом мы должны расти, наш внутренний человек должен расти, и мы должны становиться отроками, юношами, мужами, женами, духовно зрелыми людьми, которые близко знают Бога, понимают Бога, послушны Богу, вводимы Духом Божьим. У нас совершенно одинаковая позиция друг перед другом, потому что Бог не лицоприятен, но во всяком народе ищущий Его приятен Ему. Мы все имеем одинаковые возможности ходить с Богом, иметь близость с Богом без всякого исключения. У Бога нет внуков, племянников, дальних родственников. Мы все Его дети, которых Он возлюбил любовью вечной, любовью неизменной, и со своей стороны Он ожидает, чтобы мы с вами также возлюбили Его. До ревности написано Бог любит нас. Не просто так чуть-чуть, но до ревности любит. И поэтому, имея эту великую любовь к нам, Он желает, чтобы мы в этой земной жизни прилипились к Нему, искали Его, стремились к Нему, любили Его, больше всего оценили Его в этой земной жизни. То, что сегодня делает дьявол, он говорит людям, что есть в этой жизни что-то более важное, чем Бог. Есть в этой земной жизни занятия более интересные, чем Бог. И мы очень часто переживаем, когда люди говорят, ну, вам просто делать нечего. Поэтому вы тут собираетесь, какие-то песни поете. То есть люди очень часто, будучи обмануты этим князем века сего, князем цьмы, они думают и помышляют, что, ну, Бог, ну, может есть, может нет, но это не так важно. Вот главное сейчас, чтобы моя семья была накормлена, чтобы у меня был дом, чтобы то, то, то было. Безусловно, нам важно иметь все необходимое для жизни, для благочестия. Все это имеет место в нашей жизни, но самым важным для нас всегда будет оставаться Бог. Потому что на этой земле самым важным для Бога всегда будем оставаться кто? Незапасы нефти, незапасы газа или золота, или платины, или еще каких-то драгоценных металлов, но для Бога самым важным на этой земле являетесь вы и я. Мы важны в Его глазах, мы ценные, Он нами дорожит, и ради нас Он и сотворил эту землю, поэтому Он ожидает того, чтобы мы ответили на Его любовь и искали Его, ходили с Ним, любили Его, служили Ему, всем своим сердцем. Посланник Ефесянам во второй главе с четвертого стиха мы читаем, Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых под преступлением оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе и Иисусе. Здесь звучит напоминание для нас, а для кого-то откровение, что мы с вами уже пережили одно воскресение. Апостол ясно говорит, что мы были мертвыми духовно по делам нашим и по преступлениям нашим. Мы были мертвыми духовно людьми, не знающими Бога и живущими без Бога. Физиологически мы были живы, ходили, учились, женились, замуж выходили, детей рожали. Физиологически мы функционировали как люди на этой земле. Но духовно в глазах Божьих мы были мертвыми, но Господь оживотворил нас Христом. Он возродил мертвый Дух наш и воскресил нас и посадил во Христе Иисусе на небесах. Так, мы еще на земле, мы еще во плоти, но мы уже и на небесах во Христе Иисусе, мы в Его сердце, мы в Его книге жизни, мы уже будучи когда-то мертвыми оживотворены и воскрешены Господом Иисусом Христом и наш некогда мертвый Дух, Он сегодня взывает Ава Отче. Слава Богу за то, что мы новое творение, созданное Господи Иисусе Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам сделать на этой земле. Слава Богу, что мы возрожденные, воскресшие получили залог нашего спасения Дух Святой, который живет внутри нас. Но Слово Божье также свидетельствует и говорит нам о воскресении всех людей. это произойдет тогда, когда Господь придет во второй раз на эту землю. До этого церковь уже будет восхищена и мы уже будем воскрешены, это будет второе воскрешение, мы получим тела, подобные телу Господа Иисуса Христа, обновленные и прославленные. Я хочу напомнить, что все то, что написано в Писании, оно исполнится. Когда плоской разум человека читает Библию, свидетельство о воскресении мертвых, то он протестует и говорит, мертвые умирают, превращаются в прах, и они больше не восстанут, но Библия говорит, восстанут. Исайя 26, 19, оживут мертвецы твои, восстанут и мертвые тела, воспряньте и торжествуйте повержены в прахе, ибо росат твоя роса растений и земля извергнет мертвецов. Данила 12, 2, и многие спящие в прахе земли пробудятся одни для жизни вечные, другие на вечные поругания и посрамления. Итак, мы видим, первое наше воскресение это нашего мертвого духа, второе наше воскресение это воскресение нашего тела, которое будет обновлено и прославленное станет подобным, как у Господа Иисуса Христа. Но те, которые отвергли благодать Божию, не приняли свидетельство Иисуса Христа, посмеялись, второго пришествия Господа Иисуса Христа, но они будут осуждены. Кто-то сегодня говорит, некоторые известные люди, например, слышал того же известного телеведущего Познера, который хотел бы задать Богу серьезные вопросы и обличить его в его несправедливости. Но Библия говорит, что когда человек пристанет пред Господом, ни одни уста, самые по-человечески мудрые, красноречивые не смогут обвинить Бога. Они не смогут ничего сказать. Сегодня люди своих помышлений могут быть мудрыми, если бы они были Богом, они бы точно сделали так, как надо. Бог знает, что делает. Поэтому мы не спорим с Богом. Мы помним слова апостола Павла, который сказал, кто ты, горшок, чтобы спорить с Творцом твоим. Что может горшок понимать о своем Творце? Люди спорят от гордости, от высокомерия и нет слишком большой духовности, думая о том, что Бог несправедлив или неправильно поступает. Может ли несправедливо поступать судья всей земли? Может ли святой Бог делать то, что он не может делать, потому что он святой? Нет. Судья праведный Господь, милующий и благой, и желающий превозносить милость над судом и призывающий чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, всякий человек ответит пред Господом за свои дела, потому что как только Он оставит эту землю, то дела Его идут вслед за Ним, и они будут свидетельствовать о Нем, но мы рады, что Господь спас нас, оправдал нас, простил нас, даровал нам вечную жизнь. Мы рады, что мы можем поделиться этой доброй вестью о воскрешенном Господе Иисусе Христе с другими людьми. Мы рады всем тем, которые принимают с радостью спасения, и мы молимся за всех тех, которые отказываются или которые не верят. Мы не злимся, мы не ругаемся на них, мы продолжаем любить их, продолжаем молиться за них, потому что Господь Иисус дал нам в этом пример. молился за тех, кто убивал его, он ходатайствовал за тех, которые бичевали его, говоря, ибо не знают, что делают. Когда пелена неверия лежит на человеке, то все духовное ему кажется безумным. Но когда мы говорим, когда мы свидетельствуем, когда мы молимся, когда Дух Божий снимает эту пелену, то то, что казалось когда-то безумием становится реальностью и истиной. И я хотел бы сегодня вместе с вами поблагодарить нашего Господа за то, что он пришел, за то, что он сделал, за его воскресение. И еще раз я бы хотел помолиться вместе с вами за нашу страну, за наших людей, за наш народ. Каждый из нас должен чувствовать это бремя. Апостол Павел, опять же, о котором мы сегодня много вспоминали, читая из его посланий, он настолько любил Израиль, свой народ, что готов был быть отлученным от Христа ради спасения своего народа. Представьте себе, я не думаю, что это такие популистские слова, которые он использовал, это то, что он переживал, сильнейшую глубокую любовь своему народу. Первое, что он любил Бога, второе, что он любил этот свой народ. Хотя он был проповедником язычников и любил язычников, но он был из Израиля, из колена Вениаминова, он любил свой народ и готов был отлученным быть от Христа, чтобы они были спасены. И я думаю, что это хороший пример для нас с вами, чтобы мы могли любить свой народ, молиться за свой народ. На счет отлученным от Христа побоюсь сказать, но любить Христа, молиться за свой народ, любить свой народ, это хорошо, это правильно. Ну и наверное, как христиане, мы должны понимать, что закон и пророки пришли к нам через Израиль, и Христос воплотить через Израиль. В том числе нам нужно помнить, молиться за этот народ, у Бога свой план, свои цели для Израиля, но тем не менее, мы будем молиться, чтобы они тоже спасались, чтобы было больше спасенных из числа Израиля. Давайте встанем сейчас и помолимся. Дорогой Господь, наши сердца исполнены благодарности, наши сердца исполнены любви к Тебе, Господи, мы предвкушение вечной жизни, под предвкушение небес. Мы знаем, Господь, что эта земная жизнь, как написано, пар, являющийся на короткое время. Эта жизнь подобна дуновению ветерка. Эта жизнь, Господь, как цветок, рассвесший и засохший быстротечно, скоротечно. А мы сегодня, Господь, говорим и свидетельствуем о том, что мы имеем вечную жизнь. Мы имеем дом неркотворный, вечный на небесах. И мы благодарим Тебе, Иисус, что Ты сделал все для того, чтобы мы получили всю полноту спасения. Ты сделал все это, пройдя этот скорбный путь страданий, смерти и торжества воскресения. И мы благодарим Тебя за это. И мы сегодня, Господь, воздавая Тебе славу и благодаря Тебя за то, что наши имена в книге жизни. Молимся за свой народ, молимся за свою землю, молимся за эти девять миллионов Господь, которые живут сегодня в Беларуси и большинстве, подавляющее большинство из них, хотя слышали имя Твое, хотя возможный миг Библии, но не спасены, не омыты, Господи, не возрождены, не взывают в себе, не обращаются к Тебе, Господи, идут широким путем ведущим погибели, Господь, но мы стоим в этом проломе, в ходатайстве за нашу землю, за наш народ, мы молимся, Господь, чтобы Твое пробуждение пришло, мы молимся, чтобы Твоя церковь не была спящей, свидетельствующей, мы молимся о славе Твое, о могуществе Твое, о излиянии Духа Святого на всякую плоть на нашей земле, благослови, Божие, и также не пройди мимо наших родственников, наших родных и наших близких, Господи, наша молитва в Израиль, за Израиль во спасение, Господь, это потомки Авраама по плоти, и хотя сегодня Израиль в большинстве своем отверг тебя и ожидает Мессию, но ты уже пришел, ты придешь второй раз, но ты уже пришел ради искупления, ради спасения, но второй раз придешь как судья, и мы молимся, Господь, пусть будет Твоя благодать над Израилем, Твоя защита, потому что они окружены врагами, пусть Твоя милость будет над ними, и пусть Твое пробуждение придет в Иерусалим, придет в Израиль, чтобы то множество евреев, которые живут там, они приняли Тебя как Мессию, как обещанного Богом Спасителя, пусть все евреи по всех концах земли, Господи, они переживут встречу с Тобой и прославят Твое имя Иисус Господь, мы благодарим Тебя, воздаем Тебе честь и хвалу, поклоняемся Тебе всем сердцем, да будет слава Тебе во веки, аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. для Тебя, Иисус, я буду петь, в доме Твоем на Тебя лишь смотреть, сердце свое я открыл для Тебя, и реки воды живой наполнят меня. Пусть реки воды живой наполняют наши сердца в этом доме, доме Божьем. Открыть глаза и услышай уши, любовь Твоя исцелила наши души, милость Твоя не отступит от нас, и тут Твой святой наполняет всех нас. Ты, Иисус, Ты, Иисус, жертва Твоя искупила меня. Ты, Иисус, Ты, Иисус, в сердце моем Ты навсегда. Ты в сердце моем, Господь, навсегда. Аллюля, Возрадуйтесь и восвеселитесь о Господе. Для Тебя, Иисус, я буду петь, в доме Твоем на Тебя лишь смотреть. Сердце свое я открыл для Тебя, и реки воды живой наполнят меня. Открылись глаза и услышали уши, и любовь Твоя исцелила наши души. Милость Твоя не отступит от нас, и дух Твой святой наполняет всех нас. Иисус, Иисус, жертва Твоя искупила меня. Иисус, Иисус, сердце мое Ты навсегда. Иисус, Иисус, жертва Твоя искупила меня. Иисус, 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 сердце мое Ты навсегда. Аллилуйя, 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 Тебе наш Бог Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе наш Бог хвала! Субтитры подогнал «Симон»!